Я в курсе этой проблемы, наверное, вы можете проехать приемный проезд в Москву, я вас провожу, и вы там пообщаетесь. Но я не знаю, с Анастасией Владимировной не знаю, но там у вас примут юристы, врачи и те, которые могут с вами полиэффицированно ответить на все вопросы. Я не знаю, дело, конечно, ваше, но если вы здесь на улице находитесь, да, рядом с нами, почему бы вам не пройти и не поговорить? Я хочу сразу предупредить, что видеосъемка в органах и руководительной власти запрещена. Журналисты, простите, вы можете интервью дать на выходе, но, к сожалению, мы вас смотрим, уйти журналистов не можем. Не прокомментируйте, что было внутри? Не, не, она просто плачет, мы без комментариев, сейчас еще будет хуже, извините. Что нам обещали? Нам пообещали сотрудничать, нас пообещали услышать, обвиняться опытами. Опытом, правильно? Да. Что еще, чтобы не запутаться? Мы обсуждали то, что люди, которые присутствовали сегодня, и у кого есть уже заключение комиссии научного центра, эти люди не должны ждать, пока арфаны центра будут работать должным образом, и мы можем получить лекарства уже на данный момент. Что мы не обязаны ждать никакой госпитализации, и у нас уже есть заключение комиссии. В очередной раз мы надеемся, и мы надеемся больше всего, что это была наша последняя встреча на пикете, потому что мы реально устали, мы хотим уже продуктивного какого-то решения, чтобы мы реально начали уже лечиться, а не добиваться. Но встреча будет не последняя, но вот на пикете, надеюсь, последняя. Наше предложение было о том, что у тех пациентов, у которых есть на руках федеральное заключение о необходимости лекарственной терапии одним или другим препаратом, было бы принято и условно поддержано региональными специалистами при обращении пациента в центр. Конкретного ответа мы не услышали, но мы надеемся, что так и будет сделано. Второе, мы попросили просмотреть выделение бюджетов не только на следующий год, но и на этот год, перелокацию бюджетов лекарственного обеспечения на взрослых пациентов СОСМА. Мы апеллировали к тому, что большое количество детей СОСМА в прошлом году начали лечение. Когда еще не было известно о создании Круга Добра, должны были быть заложены на продолжение их лечения бюджеты в городе. Соответственно, мы предложили перелокировать эти бюджеты, сохранившиеся благодаря тому, что Фонд Круг Добра за счет федерального бюджета обеспечивает сейчас всех детей, на то, чтобы 37 пациентов СОСМА или хотя бы те, у кого есть уже назначение на лекарственный препарат, могли бы препятствовать начать лечение. Понятно, что все эти вопросы, нам сейчас на них никто не ответил, будет ли это сделано так или нет. Коллеги из Департамента здравоохранения сказали, что они обязательно на этой неделе проведут какую-то дополнительную встречу между собой, все это обсудят и предложат механизмы какой-то реализации нашего взаимного сотрудничества. Далее мы попросили назвать конкретную дату следующей встречи, для того, чтобы нам донесли решения, которые были приняты после вот этих дополнительных внутри проработки. Нам конкретную дату не назвали, предложили с нами связаться, мы оставили контакты, нам сказали, что с нами в ближайшее время свяжутся и, соответственно, скажут, что делать дальше. Ну, будем надеяться, что именно так и будет. Вы посчитали, что средняя стоимость лекарственной терапии на одного пациента в год будет составлять порядка 20 миллионов рублей, их 37 человек. Это порядка 740 миллионов рублей, это даже меньше миллиарда. Мы не верим, что в Москве таких денег нет, поэтому очень надеемся, что все-таки эти средства удастся найти, переаллоцировать на лечение тех, кто нуждается в лечении и хочет жить. Поэтому здесь вопрос к мэрии города Москвы, вопрос к Департаменту здравоохранения города Москвы и, собственно, к бюджетному, видимо, комитету. Мы просто можем констатировать факт, что на сегодняшний момент все пациенты, которые приходили в госпитализацию, получили отказ. Кто-то потому, что слишком тяжело болеет, а кто-то потому, что еще ходит и слишком здоров для того, чтобы лечиться. Хотя вот вы сегодня видели Никиту и, собственно говоря, видно, что у него начинается прогрессирование болезни и без лечения он, в общем-то, сядет в коляску. А с лечением? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok